Вот буквально вчера я еще был в южном полушарии, сегодня в северном полушарии. Уже приходится потеплее одеваться. До дома я еще не добрался, чтобы сделать выпуск, поэтому я решил дополнить то, что не договорил в прошлый раз. А в прошлый раз я обратился, как вы помните, к молодежи. На этот раз хочу договорить, так как не сказал еще самого главного. Ведь возраст это не признак ума, как вы понимаете. И когда мы сетуем на молодежь, не обращать внимания на более старшее поколение, ну как-то не очень хорошо. Поэтому, я думаю, нужно обратить на старшее поколение внимание. И хочу на этот раз обратиться к ним. Причем, по большей части, это будет обращение к армянам-выходцам из Баку. Но и к другим тоже, потому что те тоже шалят и довольно-таки немало. Раздавая интервью азербайджанским блогерам. Направо и налево. Послушайте. Я вот вам что хочу сказать. Вы разве не замечаете, что идет интенсивная информационная война? Неужели это незаметно? Неужели ради своих каких-то там пиар-акций, чтобы кому-то показать, что посмотрите, меня там в интернете показывают, да, какой я умный, какие я хорошие слова сказал. Вы чушь говорите. Причем, все ваши слова гроша ломаного не стоят. Вы хоть думайте, что вы говорите. О чем вообще говорите? Какие-то там ципы из Израиля приглашают армян, в основном выходцев из Баку. Один какой-нибудь, этот же ципа из Израиля. Другой, Наполеон Аршакович, условно говоря, живущий где-то там в Лос-Анджелесе или в Нар-Иан-Маре или еще где-то. И вдвоем сидят, рассказывают о том, как в Баку было хорошо. В Израиле, в России и так далее. Я не понимаю, если вам в Баку хорошо, вы что, живете-то за пределами вообще Азербайджана? Ну так живите в Баку, если там хорошо. Вы надолго вообще в позу встали? Мне вот интересно знать. Сколько эта поза будет длиться еще? Вы хоть думайте, что вы говорите. Послушайте, вы взрослые дядьки, вы взрослые люди. Когда я задаю себе вопрос, думая о том, что вот там, ну молодежь, ну мало ли, ну мало соображает, наверное, опыта нет какого-то, да? Но вы-то, вот, наверное, от таких, как вы, отцов и рождается такая молодежь. Вы-то, если вы из Баку, вы же помните прекрасно, чем это все закончилось, что там вообще происходило? Чего вы плачете в жилетку-то? У меня просто слов нет, я не знаю, как вас обозвать. Мне стыдно за вас. Мне реально за вас стыдно. Ну хоть подумайте, не за себя, хоть за других подумайте. Еще раз идет интенсивнейшая информационная война. Откройте интернет, погуглите, посмотрите, что эти твари пишут, что эти твари говорят, что эти твари делают вообще. Есть очень много видеокадров, снимков довольно-таки много. Вы хоть посмотрите, это ненамного отличается от того, что произошло в Сумгаите и Баку. И после всего этого вы сидите, плачете в жилетку, как хорошо вам в Баку жилось. Баку уже не тот, все. Гет-ты, нету Баку. Тот был другой Баку, а настоящий Баку это чушкарский Баку. Которые понаехали отовсюду. Там уже и ваших русских соседей-то практически не осталось. Настоящих азербайджанцев, бакинцев практически не осталось. Если они есть, это уже как правило либо ваши ровесники, либо пожилые люди. И еще подумайте об одном. Если вам сейчас, ну, допустим лет 50, то вас в Баку уже нет почти 30 лет. То есть большую часть жизни вы прожили за пределами этой республики, за пределами этого города. Большую часть жизни, все. Вы там прожили свои там 20 лет, 30 лет. Но большая ваша часть прошла за пределами этой республики. То есть там все поменялось, все по-другому. А если вы хотите убедиться, ну так поезжайте. Чего вы мечтаете-то? Чего вы скучаете? Я понять не могу. Я сам родом из Баку. Да, мне бы хотелось бы увидеть моих соседей, друзей моего детства, которых, кстати, по большей части там давно уже нет. Я с ними общаюсь. Но мне в голову не придет туда поехать, потому что я знаю, чем это закончится. И так же плохо это закончится для вас, для мечтающих, для желающих. С вами в лучшем случае будут ходить какой-нибудь охранник, ГГБшник. Либо вас просто не пропустит Азал, если будете лететь Азалом. А если другой авиакомпании, то просто границу не перейдете. Вы что, не понимаете, что это уже не те люди? В Армению они могут ездить. Пожалуйста. Они ездили всегда в Армению. Никто у них национальность не спрашивал. Мало ли кто там Мамедов, Гусейнов и так далее, Алиев по национальности. Это могут быть любой национальности. Поэтому никому в Армении в голову не приходит спрашивать кто-то по национальности. И я даже как-то выкладывал видео, где я играл азербайджанца, гуляющего по Еревану, говорящего на азербайджанском языке. Можете посмотреть. Это видео есть в Ютюбе. Причем довольно-таки нагло я себя вел. И то в свой адрес никаких таких камней я не встретил. Вас это в Баку не ждет. Подумайте еще раз, кому вы даете интервью. Из вас делают посмешище. Вы петрушка для них. Они отрывают ваши слова из контекста. Причем приглашают, как я понимаю, не самых умных людей. Учитывая, чего они говорят. И выставляют это в Ютюб. Поэтому еще раз, пожалуйста, подумайте. Так нельзя. И ко мне тут приходят письма. Некоторые. С какими-то поучениями. С какими-то нравами. Ну, по поводу последней Карабахской войны. Я хочу сказать вот что. Вот сейчас каждый измерит на себе. Потому что писем таких было немного. Но, в принципе, они были. Да. И каждый подумает, что я говорю о ним. Если вы так подумали, то, наверное, я говорю о вас конкретно. Меня не надо учить. Мне не надо рассказывать, что там было. Я привык доверять своим глазам, своим ушам. А не то, что мне пишут и рассказывают. Поэтому давайте на этом остановимся. Я не люблю отвечать на письма. Потому что писем очень много. Как я уже говорил. Это мне только придется делать то, что я буду сидеть и отвечать. На ваши эпистолярные жанры. Я не кинестетик. Я визуал. Это если вы разбираетесь в психологии. Если не разбираетесь, погуглите и посмотрите, кто такие кинестетики, кто такие визуалы. Так вот, я не кинестетик. Меня письмами не удивишь. Я привык, еще раз говорю, доверять тому, что вижу своими глазами. Зрение у меня, в принципе, неплохое. Дальнозоркость. И то, что я вижу, то, что я слышу, то я могу и передать. Учить меня не нужно. Еще раз говорю. А армянам, проживающим в Лондоне, большой респект. Вот они действительно занялись делом. Как и многие, кстати, другие. Не дают направо и налево интервью азербайджанцам. А занимаются делами. Вывесили азербайджанцы в лондонском метро какие-то там стенды с видами Азербайджана. Лондона приурочивая туда армянское культурное наследие. Так вот, армяне Лондона добились того, что эти вывески были сняты. И правильно они сделали. Молодцы. Вот им вот большой респект. А не то, что вы, бакинцы, экс-бакинцы, сидящие, скучающие. Вай-вай-вай, как в Баку было хорошо. Это был советский Баку, это был другой Баку. Нет там уже Бабы Саши. Нет уже там, я не знаю, Мэриам Хану. Нет там уже их. С вашими друзьями, вашими сверстниками можете переписываться сколько угодно. И то следите за базаром, не все подряд говорите. Понимаете, да? То же самое и здесь. Остановитесь, дядьки, вы мудрые. Вы должны подавать пример своим детям, своим внукам. А вы чем занимаетесь? Я бы вас обозвал, но воспитание не позволяет. До следующей нашей встречи. Надеюсь, все будет хорошо. И мы вернемся к привычному нам антитопоровскому заданию. Будем развенчивать мифы. Я только приехал, еще только устал в России. Не адаптировался, довольно-таки холодно. Но нужно продолжать заниматься делами. Надеюсь, еще раз вы все-таки подумаете. Всего хорошего.